Этот музей создавали всем миром. Помогли депутаты, предприниматели, лично глава города Сочи Анатолий Пахомов. Каждый зал тематический. История битвы за Кавказ, Сочи, город-госпиталь, отдельная экспозиция, посвященная штурму главной немецкой цитадели. Кстати, вот эти часы как раз оттуда стояли за коронационным залом Рейхстага, который обороняли эсэсовцы. Эти часы 30 апреля 1945 года считали последнюю минуту фашистской Германии и Гитлера. В 1947 году часы перевезли из Германии в Москву, где были вручены герои штурма Рейхстага Илье Сьянову. В 2018 году эти часы переданы в дар музея города Сочи. 9 октября Краснодарский край отметил 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия, посвященные этому событию, прошли во всех городах и районах Кубани. Город Сочи непосредственно не принимал участия в боевых действиях, но его госпитальная эпопея была навечно вписана золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Здесь ее изучают и ученики 13-й школы. В музее ребята – постоянные посетители. Чтобы знать о войне как можно больше, создали клуб юных пограничников. Носят зеленые береты и такого же цвета галстуки. И сегодня попросили главу Сочи вступить в их ряды. Это музей, на котором можно учить патриотизму, но именно патриотизму на тех людях, которые здесь родились, либо тех людях, которые здесь впоследствии жили. И естественно, что здесь остается все то, что очень нужно для самих ребят. Правда? Знать историю, знать героизм наших дедов, прадедов. Так ведь? Да. И вам самим тоже очень понравилось? Да. Музей боевой славы имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова работает ежедневно. Помимо сочинцев, он пользуется большой популярностью у гостей города. Недавно здесь побывала делегация из Донбасса и оставила в книге отзывов свои слова о войне. Татьяна Говоркова, Максим Коврегин, Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова